Обратите внимание, сигареты открыты, что запрещено законом. Почему сигареты все открыты? Вот сейчас продала. И что вы продали? Я уже стояла три минуты, и всё открыто. Начальнику отдела потребительского рынка и предпринимательства Галине Кириленко хватает одного взгляда, чтобы увидеть нарушения в сфере торговли. Здесь отсутствует информационный стенд, открыт стеллаж с сигаретами, разбита холодильная витрина, отсутствуют ценники, нет контрольно-кассовой техники. Но самое крупное нарушение – это продажа алкоголя, как в бутылках, так и на разлив. Тут от огнестать, она может убрать, спрятать, сказать, что ничего у неё нет. Я вам говорю. Вот такая, это называется контрафактная водка. Такой акцизной марки не должно быть. Вот видите она? Одним. Вот она оторвалась. Торговлю алкоголем можно вести только в стационарных объектах, но никак не в остановочном павильоне. Документов, как часто выясняется в ходе проверочных мероприятий, у продавца нет. Вернее, они есть, заверяет торговец правоохранителей, но дома. Отвечать за реализацию алкогольной продукции в этом остановочном павильоне будет также владелец торговой точки. А пока полицейские взяли с продавца объяснение и опечатали обнаруженное спиртное. Следующий пункт назначения – ещё один магазинчик на остановке. Вот сейчас была куплена водка за 150 рублей талка. Акцизная марка даже отсутствует. Соответственно, это контрафакт. Сейчас сотрудники полиции будут составлять все документы. Пока сотрудники правоохранительных органов составляли акт удостоверения торговли алкоголем, Галина Анатольевна на глаз определила, какие из обнаруженных бутылок водки контрафактные, а какие произведены на заводе. Это не контрафакт. Визуальные контроли. У нас, если возьмём, и вот этот светлый путь тоже не контрафакт, а вот это контрафакт. О том, что в некоторых торговых точках имеются нарушения, в отдел потребительского рынка и предпринимательства сообщают сами балаковцы, позвонив по номеру горячей линии 62-43-36. Мы такие нарушения пресекаем и будем пресекать. Большое спасибо жителям города Балакова, которые звонят на нашу горячую линию и также в органы ОВД. Мы все эти жалобы отрабатываем.